Всем привет! Меня зовут Лена Анастасевич, и сегодня второе видео про открытие своего кафе. Я буду рассказывать на своем примере. У меня кафе в США, в Калифорнии, город Лагуна Хиллс, называется Ванила Стрит. Пройдите по ссылочке, посмотрите, что это за кафе. Сегодня я хочу вам рассказать про важный момент в открытии вашего дела. И ваше дело начинается с концепта, а именно с идеи. То есть концепт и идея — это, в принципе, одно и то же, это похожие понятия. Вам нужно для себя понять, что вы хотите сделать, в чем будет заключаться ваша мысль, ваша идея, что вы хотите донести людям. И это и называется концептом. То есть в чем фишка вашего заведения, что вы будете предлагать, что вы будете там готовить, какой будет интерьер, какая там должна быть атмосфера, чтобы люди приходили именно к вам. Что они получат, если они к вам придут? На примере моего кафе наш концепт заключается в том, что мы предлагаем здоровую пищу с наименьшим содержанием сахара. Также мы предлагаем десерты в европейском стиле. В этом и есть у нас отличие от наших конкурентов. Как же выбрать концепт? Спросите вы, что делать, как для себя определить, чем я хочу заниматься, чем я хочу угощать людей. Например, вы готовите дома десерты. К примеру, вы готовите муссовые пирожные. И ваша основная идея вашего места будет муссовые десерты. Не надо распыляться и пытаться готовить все возможные десерты сразу. Конечно, это очень классно, но для этого вы должны понимать, что вам придется нанимать много сотрудников. Также у вас должно быть много места, чтобы приготовить эти десерты. У вас должно быть много холодильников, чтобы их хранить. И также, чтобы их продавать, у вас должно быть несколько витрин. Исходя из этого, у вас должно быть большое помещение, соответственно, которое будет стоить довольно дорого. Если вы не планируете тратить очень много денег сразу, то для маленького помещения, где будет работать буквально два кондитера, вы сами и, может быть, у вас будет один-два помощника и один или два кассира-продавца, для этого выберите узкую нишу. Например, муссовые десерты, вы их можете продавать на витрине, готовые порционные пирожные, целиковые торты. Целиком продавать торты не всегда выгодно, потому что они довольно дорого выходят, если целыми покупать. Но можно несколько, допустим, тортов иметь в запасе, если человек спросит. И муссовые пирожные также классно готовить, потому что их можно приготовить сразу много и заморозить. И каждый день просто обливать глазурью, либо велюрить и выставлять на витрину, да, что тоже экономит очень сильно ваши ресурсы, ваше время. А также у вас не будет остатков. Но в муссовых пирожных также есть момент, например, что у них срок годности три дня. Через три дня уже они начинают становиться слишком мягкими, желатин начинает терять свои свойства. Ну, вы знаете, те, кто этим занимается, вы знаете все эти свойства, вы должны это учесть. И вы продаете только муссовые пирожные, а также берете и готовите их на заказ. То есть у вас люди заказывают на их праздники, и вы готовите под заказ. В этом и будет заключаться ваш концепт. То есть вы себя отличаете от ваших конкурентов тем, что вы готовите вот такую узкую нишу, узкую специализацию. Также обратите внимание на помещение, на декор помещения, что у вас там будет. В этом также будет заключаться ваша изюминка. То есть у вас должно быть в декоре ваших пирожных, ваши идеи, все пересекаться, дизайн должен быть похожий. Поэтому, если у вас есть какая-то идея, вы должны ее довести до совершенства и учесть все детали. Например, вы должны также разработать бренд-бук. Я рекомендую нанять дизайнера, который вам оформит красиво ваш логотип, ваш фирменный стиль, подготовит вам визитки, всю рекламную и маркетинговую продукцию, которую вы потом распечатаете. Например, стикеры на коробке. Коробки я также не рекомендую сразу заказывать брендированные, это очень дорого. Можно просто клеить стикеры туда, и это получится у вас уже ваша фирменная коробка. Самим дизайн рисовать я не рекомендую, потому что обычно это получается не очень, если, конечно, вы сами не дизайнеры и не художник, и у вас есть вкус, вы знаете, вы разбираетесь в модных тенденциях к дизайне, тогда, конечно, вы можете это сделать сами в канве. Например, есть такая программа канва, очень классная, там можно очень много всего сделать. Но, опять же, это все должно у вас пересекаться и быть в едином стиле. И вот, когда вы выбрали концепт, вы для себя определили, это же прописывается в бизнес-плане, после этого вы можете понять, какая будет у вас целевая аудитория. Прямо там же в бизнес-плане вы пишете «целевая аудитория» и расписываете, кто будет ваш потенциальный покупатель. Портрет потенциального покупателя можно нарисовать таким образом, определить его по возрасту, по демографическому признаку, где он проживает, в какой зоне, по полу, по материальному достатку и по его интересам. И таким образом вы для себя понимаете, на какую аудиторию вы будете ориентироваться. И, исходя из этого, вы можете уже выстраивать ценовую политику вашего заведения. Потому что под каждого целевого покупателя вам нужно будет подстраивать цены. Например, если вы живете в небольшом городе или в поселке, где-то в сельской местности, к примеру, если вы будете там продавать муссовые десерты, которые довольно дорогостоящие по сравнению с обычными булочками, пирожками, то, скорее всего, у вас, ваш потенциальный покупатель, которого вы себе нарисовали, там их будет очень мало, вам будет недостаточно, чтобы зарабатывать. А если вы заинтересованы в открытии своей калитерской, но не знаете, куда двигаться, хотите, чтобы вам помогли, я провожу платные онлайн или оффлайн консультации. Мы можем созвониться с вами по видеосвязи, либо вы можете приехать ко мне в кафе, если вы находитесь здесь, и я вас проконсультирую от и до, расскажу все этапы открытия подробно, и вы будете знать, куда вам двигаться, и не будете ничего бояться. Все контакты под этим видео или пишите мне в Инстаграм. Таким образом, вы должны подстраиваться под местность, где вы снимаете помещение, где вы находитесь. Это очень важно. И когда вы определяете для себя этот концепт, он не должен просто быть взят из ниоткуда. Например, вы хотите готовить какие-то люксовые торты, которые будут стоить по тысяче долларов за торт свадебный, и вы живете в маленьком городе, где население небогатое и не может себе такого позволить, то у вас будет, не знаю, один-два заказа в месяц, и этого вам будет, конечно же, недостаточно. Ориентируйтесь под ту местность, где вы находитесь, где вы делаете свой бизнес. Например, в большом городе там уже больше вариантов. Вы можете выбрать практически любую нишу, которая вам нравится, но вы обязательно должны придумать, чем вы будете отличаться от ваших конкурентов. После того, как вы определили портрет потенциального покупателя, можно уже подумать над вашим меню, что у вас будет предлагаться конкретно, какие позиции, расписать себе каждую позицию, и подумать, какую стоимость вы поставите. Себестоимость мы в дальнейшем будем рассчитывать, я вам дальше расскажу, как она рассчитывается. Сейчас вы должны примерно цены поставить, которые вы думаете, что будут доступны для ваших покупателей. Для того, чтобы понять, какая конечная потребительская стоимость будет доступна для ваших покупателей, я рекомендую вам промониторить все близлежащие заведения, а также посмотреть в интернете, какая ориентировочная стоимость на аналогичную продукцию. Таким образом, вы будете понимать, сколько вам нужно продать изделий в день, в месяц, чтобы покрывать ваши расходы. Об этом мы также поговорим в дальнейшем, в следующих выпусках. Я буду очень подробно обо всем рассказывать, потому что эти детали очень важны при начале вашей деятельности, до того, как вы сняли помещение, вы должны это все просчитать. После того, как вы определили примерную стоимость, естественно, ваша стоимость ваших изделий будет зависеть от вашей себестоимости. В себестоимость включается продукция и также труд, время изготовления. Вы можете цену, естественно, делать больше, чем у ваших конкурентов, либо меньше. Тут уже надо смотреть. То есть, если у вас уровень изделия выше, чем у конкурентов, это будет ваше основное отличие, что у вас не такое, как у других. У вас лучше, круче, качественнее, более красивое. Тогда, конечно, вы можете цену немножко поднять. И человек, который выше достатком, он уже пойдет к вам, потому что он понимает, что если изделие дороже и оно классное, значит, оно лучше. Сильно занижать стоимость тоже не нужно, потому что вы понесете убытки. На аналогичный товар, я имею в виду. Поэтому здесь нужно тоже иметь такой баланс. Сегодня мы разобрали три основных пункта, которые вам нужно вписать в ваш бизнес-план. Самый главный пункт — это концепт, идея, в чем суть вашего бизнеса, что вы предлагаете вашим покупателям, в чем ваша идея. Далее мы определяем нашу целевую аудиторию, кому мы будем это продавать, нужно ли это людям, которые здесь живут. И третье — это ценообразование, ценовая политика вашего заведения. Я рассказала все это сжато. В дальнейших видео я буду в каждом видео все более подробнее рассказывать все эти моменты. Поэтому обязательно подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А также жду вас в своем инстаграм. Подписывайтесь на инстаграм моего кафе также, чтобы быть в курсе всех новостей. Если вам было полезно, напишите обязательно мне комментарий, и я буду знать, что вам эти видео интересны, и буду записывать их чаще, несколько раз в неделю. Это будет меня мотивировать. Всем спасибо за просмотр!